Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Мы с вами находимся на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения в разделе форум. И вчера было сообщение на нашем форуме. Зарегистрированная девушка, значит, она под ником Megam929. Мы с ней долго переписывались до этого на почте, наконец она собралась силами и по моей рекомендации задала свой вопрос на форуме. И спросила вчера, как проводится экспериментальное психологическое исследование, какие тесты используются на мышление, память и интеллект, самые хорошие. Заранее благодарю. И здесь вот мое дальнейшее сообщение от ЛПФО, Megam929, с вашего позволения я вам отвечу на ваши вопросы в одном из следующих своих видео на YouTube. И, собственно, вот это видео, оно посвящено ответу на этот вопрос. Как проводятся экспериментально-психологические исследования? Это настолько широкий вопрос, что ответить на него в одном видео просто невозможно. Об этом можно говорить часами, днями. Это большое количество времени, это лекции, лекции, еще раз лекции, чтобы научить, рассказать, как пользоваться теми или иными инструментами для проведения экспериментально-психологического исследования. Патопсихология, патопсихологическая диагностика – очень точная наука. Смысл в том, что в зависимости от того, какие перед медицинским психологом стоят задачи, в рамках какого патопсихологического синдрома комплекса он проводит очередное экспериментально-психологическое исследование ЭПИ, он использует те или иные патопсихологические методики. Методик очень много. Надо четко понимать, что каждая из методик является не более, чем инструментом в руках опытного специалиста. Взять просто так ту или иную методику, вот они здесь вот приведены, в общей сложности лаборатории используют 91 методику. Взять ту или иную методику без знания о психике человека и что-то с помощью нее сделать – это лишь какой-то, ну буквально там, может быть, 5-10% от того, что человек хочет узнать, что он хочет понять о себе ли или о ком-то другом. Это всего лишь инструмент. То есть, как, допустим, скальпель у хирурга или там, я не знаю, топор у плотника и так далее, и так далее, и так далее. Сами по себе методики, уважаемые Мэгом, ничего не значат. Можно найти и скачать эти методики, но для того, чтобы их правильно использовать, нужен опыт, знания и просто так вот взять методику классификацию, что-то там с ней сделать перед кем-то, разложить или кому-то дать задание даже по инструкции. Мало. Надо знать саму теорию данной методики, что она изучает. При, вот здесь вот у меня не зря открыта наша книга, здесь перечислены все 9 основных патопсихологических синдрома комплексов. Это, значит, понятно, синдром психотической дезорганизации, шизофренический диссоциативный синдром, аффективно-эндогенный синдром, олигофренический, экзогенно-органический, эндогенно-органический синдром, личностно-аномальный синдром, психогенно-психотический синдром, психогенно-невротический синдром, в рамках каждой вот этой, будем говорить, этого синдрома комплекса, симптома комплекса, синдрома патопсихологического, применяются в разной степени те или иные методики. То есть, чем отличается болезнь Пика от болезни Альцгеймера в смысле патопсихологическом? Можно провести методику Шульте в том и в другом случае при этих заболеваниях, и это нужно сделать, но результаты будут очень сильно отличаться, то есть результаты по методике Шульте будут сильно отличаться при болезни Пика от результатов, полученных по этой же самой методике, от болезни Альцгеймера. Тонкости в полученных результатах очень существенные. Знать это различие можно только проучившись, получив определенное образование и получив определенным главным образом практику. То есть, если вы видите, допустим, пациента страдающего болезнью Альцгеймера, то есть вы их видите, один, второй, третий пациент проходит перед вашими глазами, четвертый, пятый, да хоть десятый, хоть сотый, я не знаю, до конца все это понять очень сложно. То есть, это требует больших знаний и большого опыта, различия от применения этой самой методики. Взять отдельно классификацию предметов, что вы увидите, да, как вы ее, во-первых, предъявите, во-вторых, что вы увидите на первом этапе проведения этой методики, на втором этапе и, наконец, на третьем. Результаты, допустим, проведения этой методики у человека, страдающих сниженным уровнем обобщения, да, то есть при олигофрении, будут одни, у шизофреника другие, у психопата третьи, и у страдающего эпилепсией будут совершенно четвертые, да, то есть они не будут походить друг на друга. Но различия уловить можно только активно, пользуясь этой методикой, не один-два раза, а несколько десятков раз, можно что-то будет после нескольких десятков проведенных испытаний, можно будет что-то начинать понимать и чувствовать, что и кто перед вами находится, что за человек, с какими проблемами он, значит, обратился, соответствуют ли эти проблемы, выявленные с помощью патопсихологических методик, тем записям, которые находятся в его, предположим, истории болезни, полученные медицинским психологом от врача-психиатра. Очень часто происходит дифференциальная диагностика, именно разграничить, разделить то или иное, вот не видно, непонятно врачу-психиатру, а что же такое, кто же перед ним сидит, какая-то вот трудность у него существует, не может он понять. И вот он направляет к специалисту-медицинскому психологу, медицинский психолог достает свои методики, дает ему, ну, как правило, начинается обследование с таблиц Шульте, счета по Крепелену, проверка памяти. Если нозологическая диагностика не определена, то есть начинается с самого начала, постепенно, постепенно, в процессе 3-4-5 часов иногда медицинский психолог работает с человеком и постепенно продвигается, с учетом своих знаний, своего опыта, продвигается к пониманию, кто перед ним, органик, шизофреник, значит, присутствуют ли эпилептические какие-то нарушения при проведении методики той же классификации, исключения предметов. Да, можно сказать, лучшая таблица на концентрацию и переключаемость внимания таблицы Шульте, лучшая, но она лучшая только для специалиста. Для не специалиста, как уже в приведенном мною примере, это ничего не даст. Вы не сможете дифференцировать олигофрению от болезни Альцгеймера, предположим, да, они будут похожи, эти результаты, но в них будут присутствовать тонкие нюансы, доступные для понимания только специалисту, который много-много-много раз проводил данную методику и для людей, страдающих умственной отсталостью олигофрении, и для людей, как правило, возрастных, страдающих болезнью Альцгеймера. Можно сказать, что пиктограмма, это супер методика, она простая и понятная, и она очень серьезно помогает в дифференцировании, то есть вот вы впервые видите человека, записи от психиатра нет, вы даете ему пиктограмму этому человеку и видите, что у него присутствует снижение процессов обобщения, что он конкретику рисует, объясняет слово болезнь, предположим, там, я не знаю, там, человек лежит на кровати или тяжелая работа, он объясняет это, как человек копает яму. Одно дело нарисовать человека, который копает яму, конкретно ситуационное понимание термина тяжелая работа, другое дело увидеть человека, который катит в гору камень, и он объясняет этот рисунок тем, что это миф о Сизифе, и в этом случае мы видим, казалось бы, и в том, и в другом случае мы видим человека, в одном случае он копает яму, в другом тащит камень в гору, закатывает этот камень. Совершенно разные мысли у специалиста появляются, или же это конкретно ситуационный образ, или же это абстрактно-метафорический образ в плане Сизифова труда, это известный миф греческий, да, миф о Сизифе. То же самое, замечательная методика исключения предметов, без нее не проходит практически ни одно обследование, но нюансы, тонкости этой методики доступны только специалисту, это всего лишь инструмент, тупой, заточенный ли, но топор. Он может быть острым, он может быть тупым. Значит, соответственно, если инструмент острый, топором, говорят люди иногда там в старину брились топорами, у настоящих плотников, специалистов, они заточат свой топор, работают целый день, он у них остается острым, они еще в конце дня побриться могли, известный такой тоже миф. Но это всего лишь инструмент, без знания о том, как этот инструмент применять и какую теорию, подоплеку он в себе содержит, методика бесполезна абсолютно. Нужен специалист, его знание, его голова, его опыт, прежде всего, который нарабатывается после десятков, сотен обследований, и тогда человек может да сказать, я вижу слабый латентный признак предметов по методике исключения предметов, или я вижу в большинстве случаев по методике, я вижу конкретно ситуационное. Если я вижу какие-то, значит, задержки, трудности речи, речь идет, возможно, о каком-то органическом нарушении у более взрослого человека. По всем остальным методикам, как правило, в одном патопсихологическом эксперименте, ЭПИ, экспериментально-психологическом исследовании, проводится от минимум 5 до 10, 12, 15 методик. Начинается шульте, запоминание 10 слов и 12 предметов обязательно дается в процессе, и отсрочено нарушение памяти при Альцгеймере и болезни Пика значительным образом различаются при проведении методики запоминания 10 слов. Точно так же по детям, предположим, это происходит. Соответственно, нельзя не обойти пиктограммы, исключения предметов. Если какая-то сложная, сложный случай, обязательно исключение лишнего слова, текстовый вариант, классификация, это вообще бомба. Если это автомат Калашникова, то это атомная бомба. Без нее практически не проходит ни одно патопсихологическое исследование ЭПИ. Эти методики уточняющие, иногда методика, ассоциативный эксперимент в плане динамики мыслительной деятельности. Вот все хорошо, исключение предметов, формально все хорошо. Человек несколько замедлен, несколько плохо усваивает инструкции по исключениям предметов. Вопрос у психолога в процессе обследования в голове возникает, а может быть тут нарушение инертности мыслительной деятельности, может быть тут не... Именно динамический компонент страдает у этого человека. Дается методика ассоциативный эксперимент. Проверяется скорость ответных реакций человека. То есть тут очень сложный в процессе обследования ЭПИ происходит мыслительная деятельность у человека, у медицинского психолога в голове. То же самое, 60 слов. Значит, называет человек эти слова, значит, так называемые смысловые гнезда формирует. Как быстро он это делает, насколько у него эти смысловые гнезда большие или маленькие, в норме это 5-7 слов, а у человека торпидного, инертного, испытывающего проблемы со скоростью проведения мыслительной деятельности, эти смысловые гнезда, во-первых, он долго продуцирует эти 60 слов, во-вторых, он, значит, эти смысловые гнезда, если он инертен в мышлении, они увеличиваются там до 20 слов, если это, предположим, маниакально-депрессивный психоз, он может на эти 60 слов вам начинать рассказывать стихотворение, теряя смысл задания и ее инструкции, соответственно, начинать говорить быстро-быстро-быстро, такое явление, как шперунг, то есть, соответственно, 60 слов дифференциации между теми или иными заболеваниями. Установление последовательности событий для лиц молодых, для детей фактически, очень легкая, простая методика, но последовательность, логика суждений прослеживается этой методикой на два щелчка пальца, то есть, детишек без этой методики обследовать вообще нельзя, то же самое и по другим методикам, если говорить о резонерстве, это соотношение пословий с метафорой фраз, может быть человек в сохране, соответственно, СЦХ, шизофрения, ему проводится исключение предметов, классификация предметов, какие-то другие методики, все замечательно, все хорошо, выполняет, ну, несколько такой многоречив, да, все нормально, вроде бы здоровый перед вами человек сидит, и вдруг вы даете ему, и перед вами открывается истина, даете ему методику соотношения пословий с метафорой фраз, и он вам начинает на простой какой-то вопрос, разглагольствовать, 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 его уносит в какие-то дали, речь идет о многословии, как минимум, резонерстве как максимум, резонерство встречается при СЦХ, шизофрении, при МДП, маниакально-депрессивном психозе, соответственно, методика без нее никак нельзя обойтись при дифференциации вот таких вот состояний, похожие нарушения могут быть, при шизофрении и МДП, исключение предметов и классификации могут дать очень похожие результаты в плане актуализации, испытуемым слабых, латентных признаков предметов, очень похожие, так что же все-таки у него, значит, какая-то фаза мании или фаза депрессии при маниакально-депрессивном психозе, или это шизофрения, процесс происходит у него, тоже обращаемся к методике соотношения пословиц, метафоры, фраз и так далее, и так далее, и так далее. Тонкостей огромное количество, методик вот здесь вот на этой странице 28, всего их в лаборатории 91, каждая методика очень важна, это все инструменты, они бесполезны без знания специалиста, то есть только специалист может понять эти результаты по этим методикам, говорить просто так, что вот какие самые лучшие, нет самых лучших методик, они все самые лучшие, только они направлены на очень, очень, очень специфические, тонкие моменты в психике человека, его внимании, памяти, мышлении, каких-то личностных нарушений, я сейчас не рассматриваю количественные методики различного рода тесты, как то ММПИ, КТЛ, УСК и так далее, и тому подобные вещи, если говорить только о пато-психологических методиках, их нужно каждому специалисту иметь все, если он не имеет ассоциативного эксперимента, как он будет оценивать или 60 слов, или предположим, я не знаю, там, классификацию предметов, как он будет устанавливать те или иные нарушения мышления, они очень специфичны, дифференциация очень сложна, и использовать надо все, без исключения, буквально все, если это психопатия, соответственно, берем тест фрустрации Розенцвейга, вот он тут отнесен к пато-психологическим, проективным методикам оценки эмоционально-волевой сферы, как можно оценить социопата, психопата по старинке, да, если называть, без теста фрустрации Розенцвейга, никак, так, соответственно, синдромы, вот эта книжка у нас стоит всего лишь 500 рублей, в ней прописаны все вот эти симптомокомплексы, объединенные в пато-психологические синдромы, при каждом том или ином синдроме, используются строго специфические методики, понятно, что мы там олигофрену можем, там степени имбецильности и диетии, и так далее, смысл давать ему методику MMPI количественную, да, зная, что, собственно, нарушение мышления, проблема связана с нарушением мышления, вниманием, концентрацией внимания, мышлением и, возможно, памятью, причем память может страдать, может не страдать, мышление может страдать в той или иной мере, то есть дифференциация между имбецильностью и дебильностью, да, то есть вот в этом синдроме, да, то есть сложный процесс дифференциации, вот эти методики позволяют дифференцировать, все-таки что у него, дебильность или имбецильность, вот так вот по-простому, по-старинке объясняю все эти вещи. Соответственно, первая часть вопроса, как проводится экспериментальное психологическое исследование, если говорить о времени, да, садится человек, психолог, начинает с таблиц Шульте, 10 слов, простых аналогий, классификации, исключения предметов и пошел, 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 в зависимости, это не тупая какая-то ситуация, вот сел и просто даешь методики тупо, там человек должен выполнить. У специалиста в момент проведения ЭПИ в голове происходит огромная работа, он дифференцирует и понимает, у него возникают мысли, о, так вот это же я вижу по этой методике, он хотел после этой методики дать, допустим, простые аналогии, но у него возникает какая-то мысль в рамках предложенных синдрома комплексов, и он может дать, следующую предполагал дать существенные признаки, а он может совершенно неожиданно, у него возникает мысль после классификации предметов, он дает пословицы и поговорки, грубо говоря, да, то есть в зависимости от того, что он, чем он обладает, какими знаниями, в зависимости от этих знаний и его опыта, временного опыта, многих-многих обследований, он дает те или иные методики очередному своему пациенту. Как проходит, это огромное, то есть, если говорить, вот отвечать на вопрос, как, то есть надо брать конкретного человека с конкретной нозологией, и, соответственно, предлагать ему те или иные методики, причем в процессе этого обследования надо очень серьезно думать, слушать, внимательно вслушиваясь в обороты речи, высказывания, описания той или иной карточки человеком и так далее. То есть сидишь и вдруг неожиданно понимаешь, что у человека нарушение какое-то, совершенно не то, которое предполагалось изначально, просто на основании одной из проведенных методик. Это так вот, как под дебирем человек продирается сквозь лес, вот примерно это, значит, чем успешнее специалист, чем он опытнее, тем легче он пройдет через какие-то заросли, да, там, кусты, деревья и так далее. Чем менее опытный медицинский психолог, тем большее количество методик ему приходится использовать, тем он дольше следует до своей конечной цели постановки того или иного патопсихологического синдрома комплекса. Если отвечать на вопрос, как проводится, то есть ответа однозначного не существует. Масса, масса факторов на это влияют, как оно проводится. Вопрос вот второй, какие самые хорошие, мне кажется, я уже ответил, они все хорошие, без одной из них нельзя обойтись. Специалист не может, настоящий грамотный специалист не может обойтись без любой представленной ниже методики. Их немного, да, относительно, и их все необходимо иметь в ящике своего стола для каждого специалиста. Нет одной из этих методик, извини меня, подвинься, никакой ты не специалист. Вот четкий критерий понимания, да, вот если говорить там о времени, трудозатратах, спросите, есть ли у него у этого специалиста методика существенные признаки. Нет, извини ты мне, не коллега. Вот так вот жестко, бескомпромиссно. Нет классификации, вообще иди отсюда. Ты как работаешь? Нет и Бенгауза, иди отсюда. Никакой ты не медицинский психолог. Какие самые лучшие? Они все лучшие. Без них, без всех нельзя обойтись. Вот так вот бескомпромиссно отношение лично моё, моих коллег, моих сотрудников к вопросу самые хорошие методики. Отсутствует методика, ты уже не специалист. Ну вот, собственно, может быть несколько эмоциональное видео, но тем не менее, мне кажется, оно достаточно прозрачно даёт понять, насколько это сложный процесс. Взять одну методику и что-то с помощью неё провести и говорить себе, я что-то понял, это ерунда полная. Например, нарушение памяти иногда ловится запоминанием 10 слов, иногда запоминанием 12 предметов, а иногда полеонтиву, опосредованным запоминанием или пиктограммами. При одном заболевании опосредованная память страдает, которое исследуется методикой пиктограмм и опосредованным запоминанием полеонтиву, опосредованная память страдает. При другом непосредственная механическая, которая ловится запоминанием 10 слов и значит запоминанием 12 предметов. При, смотря какой, нозологии, в рамках чего, в рамках какого синдрома комплекса, мы этого человека обследуем. Не имеем информации от врача-психиатра, плохо, но не критично. Смело берём методики, проводим, может быть, их несколько большее количество и, соответственно, определяем для себя, к тому или иному симптомо-комплексу относятся проблемы этого человека. Вот ответ на мой вопрос по заданному вопросу на нашем форуме. На этом всё. Будут какие-то вопросы. Предлагаю всё-таки перейти, уважаемые господа, не на e-mail, письма, да, а отправку своих сообщений на форум. Каждое сообщение я моментально вижу, как только оно приходит, оно появляется на форуме, мне приходит сообщение на мой телефон, я, соответственно, вижу, что человек задаёт вопросы, люди начинают общаться на форуме, друг другу отвечать, и это меня не может не радовать. И в то же время я чётко контролирую процесс. Под видео просьба писать только важную информацию, ту информацию, которая касается непосредственно содержания каждого конкретного видео. А общие вопросы, вот я перейду в оглавление форума, он очень большой, развитый. Тут можно найти разделы или создать раздел самостоятельно. По-любому, я уверен, интересующему вас вопросу. Если ошибётесь, напишите не в тот раздел, ничего страшного. Я перенесу этот вопрос в необходимый и правильный раздел. Но тут есть всё для того, чтобы задать свой вопрос и подискутировать о нём между собой или со мной или и так далее. Ну вот, пожалуй, всё, о чём я хотел сегодня сказать. На этом всё. Благодарю вас за внимание и удачи вам!